Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Сегодня, накануне приближающейся весны, я бы хотела с вами поделиться рецептом приготовления одного достаточно простого пирога, который радует моих близких и моих друзей накануне весны. Накануне весны самое время провести ревизию в своих запасах, посмотреть, какие ягоды у вас завалялись. Возможно, вы их в свежем виде просто не хотите скушать. В этом пироге, поверьте, они уйдут на ура. Для этого пирога нам понадобятся совсем простые продукты. Это 500 граммов муки, это 200 граммов сметаны, 100 граммов воды, 2 яйца, 2 чайных ложки сухих дрожжей, 2 столовых ложки сахара и чайная ложка соли. Если вы любите более сдобное тесто, пахнущее вкусно, можно добавить ванилин по вкусу. Я добавляю, как правило, пакетик ванилина или ванильного сахара. Для начинки мы будем использовать любые замороженные ягоды в количестве 2 стаканов. Кроме того, для начинки нам понадобится сахар по вкусу и крахмал, для того, чтобы наша выпечка не растекалась. В миску, куда мы насыпали сахар и соль, просеиваем муку. Добавляем дрожжи сухие, ванилин. Слегка перемешиваем все. Если вы используете для выпечки обычные прессованные дрожжи, не сухие, то порядок закладки ингредиентов несколько будет меняться. При работе с сухими дрожжами я добавляю сразу смешанную воду и сметану. Также добавляю в нашу смесь яйца. А если у вас используются для выпечки дрожжи прессованные, то изначально прессованные дрожжи разводятся в воде по рецепту. Затем в нее добавляется сметана. И мы вводим в муку и все остальные ингредиенты наши прессованные дрожжи, уже смешанные с жидкостью. Наша задача вымешать тесто. Чтобы тесто во время подхода не пересыхало, я, как правило, его немножко увлажняю растительным маслом. Вымешанное тесто мы накрываем полотенцем. Очень часто можно видеть в ютубе ролики, в которых тесто закрывают полиэтиленовой пленкой. Честно, ребята, вот это не очень правильный подход, поскольку дрожжи должны работать в присутствии кислорода. И полотенце с этим справляется лучше. А для того, чтобы тесто меньше пересыхало, я как и показывала, желательно его просто сверху смазать немножко растительным маслом. И убираем наше тесто приблизительно на 40 минут в теплое место, до момента, пока оно не подойдет. Ну вот наше тесто подошло. Вот оно стало такое пышное. И можно приступать к, собственно говоря, лепке пирога. Пирог у нас будет необычный. Наверняка таким пирогом вы можете покорить своего любимого человека. По форме он будет напоминать снежинку. И у этого пирога есть еще одна особенность. Его можно не резать на кусочки. Кусочки у вас будут образовываться сами. Тесто разделяется на две части сразу. И каждая из частей делится на 6 кусочков. Моей помощницей в лепке этого пирога является вот такая маленькая скалочка. Большой скалкой делать не очень удобно. А маленькая подходит для этой цели лучше. Для начинки мы берем замороженные ягоды. У меня сегодня вишни. И смесь лесной ягоды. Черника и малина. Как правило, на стакан ягод я добавляю 2 столовых ложки сахара. Но вы попробуйте по вкусу. Вам, может быть, надо будет больше сахара, либо меньше. И чуть меньше, чем столовая ложка крахмала. Каждый кусочек теста мы будем раскатывать. И надрезать в виде такого листочка. Кладется на серединку этого листочка какая-то часть ягод. И он залепливается. Наш пирог готов к тому, чтобы поставить его на выпечку. У меня обычная газовая духовка. Но в электрической, конечно, печется лучше на режиме конвекция. Я выставляю, как правило, 200 градусов. И наш пирог будет выпекаться приблизительно 35-40 минут. Наш пирог испекся. Вот он такой приобрел вид. И чтобы он был еще вкуснее. Сверху мы присыпаем наш пирог сахарной пудрой. Пока пирог остывает, заваривайте чай и наслаждайтесь им. Надеюсь, что мой рецепт придется вам по вкусу. И вы будете радовать себя и своих близких этим пирогом долгие годы. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok